Последний зал И первый дождь, и первый гром весны И для живых на свете все сначала Ты не сама пришла, четвертая весна Мы за тобою шли По огненному следу И красный твой листок Во всех календарях Останется навек Весной победы Мой отец, Красников Петр Иванович Он ушел на войну, в общем-то, не рано, не в молодости 26 лет уже было, была уже своя семья у него Боевое крещение первое он получил под Ростовом на Дону А перед этим его отправляли учиться во Владикавказ Военное училище И он оттуда получил там саперное образование И, в общем-то, вышел оттуда старшим сержантом В этом звании, в общем-то, он прошел всю войну После Ростова на Дону Вверх по Донцу их отправили под Сталинград И вот он участвовал и в этой сталинградской битве Очень тяжелой, жестокой битве Получил ранения, контузию Был отправлен в госпиталь После выздоровления опять вернулся в строй Ну и дальше, конечно, была Курско-Орловская дуга Дальше бои за взятие Киева Очень тяжелые бои Киев брали дважды Только второй раз получился успешным, удачным Переправляли наши войска через Днепр Наступление было очень таким быстрым, срочным И через Днепр надо было очень срочно Переправить танковые войска И, конечно, здесь бойцы наши попали в очень трудную ситуацию Фонтоны наводить было некогда Отправили солдат в холодную ледяную воду Днепра На руки им дали бревна И они, стоя по горло в воде На поднятых вверх руках держали эти бревна И таким образом танковые войска были переправлены через Днепр В это время через Днепр В общем-то переправлялся и маршал наш Жуков Подъехав к моему отцу, он остановился И спросил, кто он, как его зовут Папа ответил, я Красников Петр Иванович Ну и после этого, конечно, Жукова дал приказ о том, чтобы всех бойцов, которые участвовали вот в этой переправе, чтобы их всех наградили Папу наградили орденом Отечественной войны первой степени Кроме этого, у него есть медаль за отвагу Есть медаль за взятие Берлина Он был один из тех простых солдат На плечах которых, впрямую, можно сказать Мы выиграли нашу войну Эту войну, очень сложную, страшную, жестокую войну До победы папа не дошел, не получилось В августе 1944 года он получает очень тяжелое ранение в правую ногу И, к сожалению, остается на поле боя Если бы не старик со старухой, которые проходили мимо уже после этого Он там несколько суток пролежал без сознания Если бы не эти старики, то кто его знает Папа, наверное, не выжил бы Но они его подобрали, приютили, привели в себя Отправили его в госпиталь После этого он восемь месяцев пролежал в госпитале В апреле его отпустили И он на костылях вернулся домой Так что саму победу, конечно, в Берлине он не видел Но он ее завоевал, можно так сказать Конечно, воспоминания о папе Они самые трогательные, они самые сильные У нас у самих семья большая Было пятеро дочерей Первая, шестая дочь, правда, умерла В обладенчестве Папа работал, был простым рабочим слесарем На заводе Холодмаши Содержал семью Всех детей вырастил Поднял на ноги Выдал замуж Ну, а сам, конечно Он дожил где-то до 80 лет И открылись, к сожалению, фронтовые раны его на ногах Он два года полежал И, в общем, его не стало Конечно, все воспоминания о папе, они пронизаны гордостью Когда было 50-летие победы Мне предложили участвовать в городском концерте И вот я к этому юбилею подготовила главу война Из поэмы Роберта Рождественского «210 шагов» Папа в это время уже тяжело болел Выходя на сцену, я, конечно, думала о нем О том, какую страшную победу Но в то же время очень светлую победу Он вместе с другими бойцами Смог обеспечить вот нам, ныне живущим И, конечно, эти стихи я освещала своему отцу Елена Джанибекова прочтет главу «Война» Из поэмы Роберта Рождественского «210 шагов» Было училище, форма на вырост Стрельба с утра, строевая зазря Полугодичный ускоренный выпуск И на петлице «Два кубаря» Шел эшелон по протяжной России Шел на войну сквозь мельканье берез Мы разобьем их, мы их осилим Мы им докажем, гудел паровоз Станции, как новгородская вечи Мир, где клокочет людская беда Шел эшелон, а навстречу, навстречу Лишь санитарные поезда В глотку не лезла горячая каша Полночь была, как курок взведена Мы разобьем их, мы им докажем Мы их осилим, шептал лейтенант В тамбуре, маясь на стрелках гремящих Весь продуваемый сквозняком Он по дороге взрослел, этот мальчик Тонкая шея, уши торчком Только во сне, оккупировав полку Во сатанелом табачном дыму Он забывал обо всем Ненадолго и улыбался Снилось ему что-то распахнутое голубое Небо, а может морская волна Танки! И сразу истошное, к бою! Так они встретились Он и война Воздух наполнился громом, гудением Мир был изломан, был искажен Это казалось ошибкой, видением Странным, чудовищным миражом Только видение не проходило Следом за танками у моста Пыльные парни в серых мундирах Шли и стреляли от живота Дыбились шпалы Насыпь качалась Кроме пожара не видно низги Будто бы эта планета кончалась Там, где сейчас наступали враги Будто ее становилось все меньше Ежесь от близких разрывов гранат Черный, растерянный, онемевший В жестком кювете лежал лейтенант Мальчик лежал посредине России Всех ее пашин, дорог и осин Что же ты, взводный, докажем, осилим Вот он, фашист, докажи и осиль Вот он, фашист, оголтела и мощно Воет его знаменитая сталь Знаю, что это почти невозможно Знаю, что страшно И все-таки встань Встань, встань, лейтенант Слышишь, просят об этом Вновь возникая из небытия Дом твой, пронизанный солнечным светом Город, отечество, мама твоя Встань, лейтенант Заклинают просторы Птицы и звери, снега и цветы Встань, нежная просит девчонка С которой так и не смог познакомиться ты Просит далекая средняя школа Ставшая госпиталем с сентября Встань, чемпионы двора по футболу Просят тебя, своего вратаря Просит высокая звездная росы Горы, излучина каждой реки Маршал приказывает и просит Встань, лейтенант Постарайся, смоги Просят деревни, пропахшие гарью Солнце, как колокол в небе гудит Просит из будущего Гагарин Ты не поднимешься, он не взлетит Просят твои нерожденные дети Просит история И тогда встал лейтенант И шагнул по планете Выкрикнув не по уставу Ай да! Встал и пошел на врага, как слепую Сразу же сделалась влажная спина Встал лейтенант И наткнулся на пуль Большую и твердую, как стена Вздрогнул он, будто от зимнего ветра Падал он медленно, как нараспев Падал он долго Упал он мгновенно Он даже выстрелить не успел И для него наступила сплошная И бесконечная тишина Чем этот бой завершился Не знаю Знаю, чем кончилась Эта война Ждет он меня За чертой неизбежной Он мне мерещится Ночью и днем Худенький мальчик Всего-то успевший Встать под огнем И шагнуть под огнем И естома пришла Чемоверная весна Мы за горою жили По огненному скверу И красный твой листок От всех календарях Останется навек Весной Весной победы Навек останется Весной победы Субтитры создавал DimaTorzok